Взяли сегодня бабу и расскажем вам о процессе линьки, как происходит процесс и от чего это зависит. Бабулька у нас приятненько зарастает такими, поэтому на ней лучше всего показывать вот такие штучки. Так, снимаем попонку. Возрастные лошадки пролинивают чаще всего частично, так как у них процессы, гормональные процессы, менее устойчивые, чем у молодых лошадок. У нас на процесс линьки влияет солнечный свет больше всего, он запускает все эти гормональные процессы, увеличивается день и лошадки тогда быстрее начинают линять. Происходит процесс линьки где-то в районе от 6 до 8 недель, кто-то может быть дольше линять, но если уже лошадь дольше линяет, мы смотрим, возможно у нее со здоровьем какие-то отклонения. Очень часто нужно провести дегельминтизацию из-за глистов, лошади тоже плохо линяют. Также на линьку влияет болезнь Кушинга тоже. Так что всегда обращаем внимание, где я щеточку делала, на то, как линяет ваша лошадка. Вот Ириска, посмотрите ближе, как она заросла, у нее видите, как брови какие, как она пролинивает. Во, попа тоже, ну попа уже у нее отлиняла. В этом году у нее улучшилось качество питания, потому что питание также зависит на линьку, как будет проходить линька. Вот, вот такими колками лошади линяют, сбрасывают шерсть. Обязательно, обязательно помогаем лошадкам пролинивать, то есть мы чистим. Существует много щеток, больше всего нам понравилась вот такая щетка, которая тут железное полотно в серединке между двумя деревяшечками. В принципе народ сам их делает и ей удобно брать. Вот, вот так лошадка пролинивает, это прям отлично. Мы чистим лошадку, мы помогаем ей пролинять, таким образом у нас происходит массаж кожи лошади, улучшается кровообращение и массируется волосяной фолликул. Да, нежелательно лошадку состригать, как многие сразу сбривают все, подчистую бритвенными машинками, вызывают грумера. Нарушается сам процесс линьки, лошадь должна естественным образом отлинять. Посмотрите, сколько. Чаще всего, если лошадка плохо линяет, волосы у нее остаются на ногах и на пузе. Больше всего, больше количества. Вот, как вы можете видеть, вот здесь лошадка уже пролиняла, она лежит на этой стороне, поэтому уже почесалась. Еще старые лошадки, они с трудом ложатся на землю, качаются и как бы естественным образом снимают с себя шерсть, поэтому они будут тоже гораздо дольше линять. Но обязательно чистим лошадку, помогаем ей в процессе линьки. Катя нам принесла вот такую скребницу, вот такую. Но такими тоже щетками, кстати, многие не советуют. Я лично не знаю, потому что вроде как она тоже травмирует волосяной фолликул. И предлагаю чистить просто обыкновенными скребницами. Не знаю, чем она отличается, мне кажется, она не отличается от моей, которой я чистила. Но очень удобно. Конечно, не надо со всей силы травмировать кожу, просто легонечко счищаем. Я сейчас не прилагаю никаких усилий, счищаю. Посмотрите, сколько мы уже целую шубу настрекли. Попробую раскрыть. Щетку сейчас раскрываем. О, смотрите, как можно. Вот так щетка раскрывается, и можно вот так тоже. Да, носки можно вязать с ириски с нашей бабушки. О, вон она, клочьями, клочьями. Можно это все пощипать, конечно. О, как круто. Вот тут у нее, вот она тоже линяет кусками. Лошадка возрастная. Она может до середины лета. Вообще, обычно лошади прекращают. Уже процесс линьки у них заканчивается. Когда установился хороший световой, длинный световой день, да, он у нас увеличивается. Теплая погода, уже такие теплые дожди, тогда лошадь должна, в принципе, закончить линьку. Ну, Катина щетка тоже круто снимает. О, ириске нравится шею чистить. Да, ириска. Тебе всегда нравится, когда ты шею чистишь. Я боюсь, мы за сегодня все не вычистим. Да, и не старайтесь за один день все содрать с лошади. Дайте лошадке время походить, попролинять самостоятельно. Очень часто еще лошади останавливают процесс линьки. Когда, например, была устойчивая теплая погода, а потом резко похолодало. Не удивляйтесь, лошадь может перестать просто линять. Мне так удобнее. Бабулька с этой стороны, он, кстати, на стороне, на которой она лежит. Она меньше линяет. Вот у нее шея, смотрите, какая. Видите, уже практически пролиняла. Ну, это для нее так, да. Поэтому, действительно, это кайфово, просто кайфово. Твоя щетка хорошая. Мне даже она больше нравится. Кайфово, стоп-соп-соп. Кайфово, стоп-соп. А, да. Да. Можно сказать, что как бы нормально лошадей работа способствует. Да. Еще вот, что я забыла сказать, что обязательно лошадку надо двигать, работать. Потому что тоже улучшается кровообращение, а лошадь быстрее отлинивает. Ну, лошадь по-любому должна практически все время работать. И еще смотрим всегда на питание. Иногда, чтобы скорректировать процесс линки, нужно скорректировать процесс питания. И, кстати, всегда на процесс линки ускоряют, ну, как считалось, семена. Можно отваром, можно помолоть, как вам нравится. Вот, в принципе, все. Всем пока.